Техническое описание кода неисправности OBD2 – цепь датчика положения управления турбонагнетателем, что это обозначает. Этот диагностический код неисправности – DTS – это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется к автомобилям с OBD2-мя, оснащенным турбокомпрессором – Ford, GMS, Chevrolet, Hyundai, Dodge, Toyota и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, Этот код неисправности обычно применяется ко всем двигателям OBD2 и с турбонаддувом, но чаще встречается на некоторых автомобилях Hyundai и Kia Датчик положения контроля наддува – TBSPS – преобразует давление наддува в электрический сигнал для модуля управления силовым агрегатом – PSM Датчик положения управления турбонаддувом – TBSPS – предоставляет дополнительную информацию о давлении турбонаддува в модуль управления силовым агрегатом или PSM Эта информация обычно используется для точной настройки уровня наддува, обеспечиваемого двигателем турбокомпрессором Датчик давления наддува предоставляет PSM остальную информацию, необходимую для расчетов давления наддува, каждый раз, когда в TBSPS возникает электрическая проблема В зависимости от того, как производитель хочет определить неисправность, PSM установит код P2586 Этот код считается только неисправностью электрической цепи Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика и цвета провода датчика Обратитесь к руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить, какой датчик B подходит для вашего автомобиля Соответствующие коды положения датчика положения управления турбонагнетателем B П2587 датчик положения управления наддувом турбокомпрессора B Диапазон, рабочие характеристики цепи П2588 низкая цепь датчика B Положение управления наддувом турбокомпрессора П2589 высокий уровень цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора П2590 цепь датчика положения управления наддувом турбокомпрессора Б. Прерывистая, неустойчивая, симптомы, симптомами кода П2586 могут быть, световой индикатор неисправности включен, плохая работа, задержка во время ускорения, снижение экономии топлива, причины, возможные причины для установки этого кода, обрыв в сигнальной цепи к датчику ТБСПС Скорее всего, замыкание на напряжение в сигнальной цепи датчика ТБСПС, замыкание на массу в сигнальной цепи к датчику ТБСПС, обрыв питания или заземление на датчике ТБСПС Скорее всего, сбой датчика ТБСПС возможно, сбой ПСМ вряд ли, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, ТСБ, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Затем найдите датчик ТБСПС на вашем конкретном автомобиле, этот датчик обычно находится непосредственно ввинчивается, болт в корпус турбокомпрессора После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъем и тщательно осмотрите клеммы Металлические детали, внутри разъема, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку Если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм Если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и проверьте, возвращается ли код P2586 Если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями Если код P2586 действительно возвращается, нам нужно проверить датчик ТБСПС и связанные с ним цепи При выключенном ключе отсоедините электрический разъем на датчике ТБСПС, подключите черный провод цифрового вольтметра, клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика ТБСПС, подсоедините красный провод цифрового вольтметра, клемме питания на разъеме жгута проводов датчика ТБСПС, поверните ключ на двигатель выключен Проверьте спецификации производителя. Вольтметр должен показывать 12 вольт или 5 вольт. Если нет, устраните разрыв в проводке на проводе питания или заземления или замените PSM. Если предыдущий тест пройден, нам нужно проверить сигнальный провод, не отсоединяя разъем, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме сигнального провода. Теперь вольтметр должен показывать 5 вольт. Если нет, устраните разрыв на сигнальном проводе или замените PSM. Если все предыдущие тесты пройдены и вы продолжаете получать P2586, это, скорее всего, будет указывать на неисправный датчик TBS-PS, хотя нельзя было исключить неисправный PSM, пока не будет заменен датчик TBS-PS. Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей, PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки.